От героев былых времен Не осталось порой имен Те, кто приняли смертный бой Стали просто землей травой Бывают события, которые по прошествии десятилетий стираются из памяти людей И остаются достоянием архивов Но есть события, значение которых не только не уменьшается со временем А напротив, с каждым годом приобретают особую значимость Становятся бессмертными Если открыть любую изданную в нашей стране книгу памяти То напротив фамилии огромного числа советских солдат Не вернувшихся с Великой Отечественной войны Написано «Пропал везлостью» Далеко не у всех тех, кто числился убитым, указаны места захоронения Это бойцы и командиры Красной Армии Так и остались лежать там, где их настигла смерть В обвалившихся блендажах, засыпанных окопах или воронках А порой под открытым небом В полях, лесах, болотах России до сих пор лежат безвестные останки воинов Погибших на той войне Сейчас лишь очень немногим воинам, чьи останки находят поисковики, удается вернуть имена Остальные так и остаются неизвестными солдатами той далекой и страшной войны 3 декабря 2014 года впервые в истории россияне отметили новую памятную дату День неизвестного солдата Закон, которым введен новый день, был подписан президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным 5 ноября 2014 года Впервые День неизвестного солдата в нашей стране отметили 3 декабря 1966 года В ознаменовании 25-летней годовщины разгрома немецких войск под Москвой Прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы на 45-м километре Ленинградского шоссе И торжественно захоронен в Александровском саду у стен Кремля На месте захоронения 8 мая 1967 года был открыт мемориальный архитектурный ансамбль Могила неизвестного солдата и зажжен вечный огонь В 2009 году был присвоен статус Общенационального мемориала воинской славы Установление Дня неизвестного солдата – это не просто дата в календаре Это день, когда еще один раз в году мы будем отдавать День памяти всем тем, кто погиб при защите Отечества И чьи имена так и не удалось установить К таким людям относится наш земляк Ратанов Иван Алексеевич Участник Великой Отечественной войны Родился в 1901 году в деревне Сергеевка Купинского района 5 сентября 1941 года отправлен на фронт В июне 1942 года пропал без исти В 2011 году в Новгородской области при раскопках поисковики нашли солдатский медальон Ивана Алексеевича Ратанова 22 июня 2011 года останки Ивана Алексеевича погребены в деревне Каменная гора Новгородской области В результате поисковой экспедиции отряда «Долина» удалось восстановить события боевых действий июня 1942 года Командир и 6 солдат погибли, геройски защищая стратегическую дорогу от склада на Ленинград Индифицированы останки всех 6 солдат, которые держали дорогу Его дочь Мария Ивановна осенью того же года побывала на закрытой могиле отца В мае 2014 года в торжественной обстановке Мария Ивановна передала солдатский медальон отца на хранение в Купинский музейно-мемориальный комплекс День неизвестного солдата Это не только день памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, но и дата, которая объединит всех погибших и пропавших без вести во время войн и военных конфликтов Это дань благодарности всем, кто погиб на фронтах, память о каждом солдате, защищавшем нашу Родину И на чьи могилы не могут прийти их родственники и потомки Но все они живы в памяти людской Поэтому необходимо бережно хранить и передавать из поколения в поколение эту память От героев былых времен Не осталось порой имен Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!